В минувшие выходные уровень воды в реке Калшакты снова поднялся. В работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций задействовано более 400 сотрудников и около 100 единиц спецтехники. В целом, на территории области продолжаются профилактические мероприятия. Уровень воды в реке Калшакты поднялся до двух метров. Это значительно выше обычного показателя. Аким области Марадахмеджанов провел выездное заседание с местными предпринимателями. Целью является совместное провождение мероприятий по предупреждению паводков. Выделенная спецтехника и вспомогательные силы продолжают работать. Были утверждены ответственные за каждую зону подтопления. В настоящее время нами проводятся работы по ликвидации последствий. На сегодняшний день вы видели, рано утром к нам зашла большая вода. В настоящее время проводятся работы по обвалованию, берегу укреплению. Задействовано более 100 единиц техники, 450 человек. Это разные службы. Это ЧАЭС, департамент полиции, местные исполнительные органы. Максимальное количество техники на сегодняшний день привлечено. В том числе и экскаваторы, погрузчики, самосвалы, помпы. На всех локациях сейчас, где у нас произошло подтопление, осуществляем откачку воды. В рамках ликвидации для усиления работы, так как идет вторая волна, довольно-таки очень серьезные воды, Аким нашей области, Марат Ахмеджанов, пригласил бизнес. Бизнес откликнулся на призыв участвовать в ликвидации. В рамках ликвидации в организационных моментах, то есть чисто организационно, был разбит на основные три, именно в городе, внутри города Каштана, три опасных участка. Это, значит, от, так называемого, Горбатого моста, то есть путепровод через железную дорогу до моста по улице Абая. Второй участок от улицы Абая до моста улицы Сулейменова. И третий участок от моста улицы Сулейменова до, значит, моста улицы Габдулина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...